Привет всем! Смотрите, Пандочка и Крошек играют в мяч. Тяп-ляп! Давайте слепим Пандочку из пластилина. Для этого нам нужен белый, розовый, черный, серый и бордовый цвет. Еще подготовьте теннисный мячик и стеку. Начнем с туловища Панды. Мячик будем облеплять пластилином. Белый шар сплющим в большую лепешку. Постарайтесь сделать ее не очень толстой. Так будет проще заворачивать в нашу лепешку шарик. А теперь ответственное задание. Выровнять весь пластилин, чтобы получилось гладкое туловище. Кстати, в случае с малышариками это не просто туловище, но еще одновременно и голова. Все дырки надо замазать, а бугорки и неровности сгладить. Шар можно еще покатать в ладошках. Ну вот, вышло совсем неплохо. Далее будем делать глаза Панды, точнее пятна вокруг глаз. Нам нужен маленький серый шарик. Слегка вытянем его и сплющим, чтобы получился овал. Его прилепим туда, где будет глаз Пандочки. Будьте аккуратными, когда начинаете работать с серым цветом пластилина. Белый может об него очень легко запачкаться. Вы уже поняли, что нам нужны два таких овальных пятна. В общем-то, можно оставить и так, но мы усложним задачу. Наметим стекой размеры нашего овала и вырежем дырку. Если будете делать так же, аккуратно выскребайте пластилин. Должен получиться ровный овал. Подправим края и встроим серый овал в дырку. Повторю, это делать не обязательно. Серый пластилин может быть просто прилеплен поверх белого. Ну вот, серые пятнышки готовы. Давайте мастерить сами глазки. Маленький шарик пластилина вытянем и снова вылепим овал. Он должен выйти меньше, чем серый. Два таких черных овала прилепим поверх серых. Все-таки интересная расцветка у Панд. Ученые говорят, что пятна вокруг глаз нужны, чтобы эти медведи могли узнавать своих знакомых панд среди прочих соплеменников. А еще, чтобы выражать эмоции, так сказать, мимикой морды. Например, состроить угрожающую гримасу перед врагом. Итак, дальше маленький шарик опять же черного пластилина сплющим и вылепим треугольничек. Это носик пандочки. Прилепим его на середину морды. Вот сюда, между глазок. Во! Сразу стало похоже на морду панды. С помощью крохотных шариков белого пластилина изобразим блики. На каждом глазу по два блика. Шарики нужно приплющить стекой. Сверху блик побольше, снизу поменьше. Вот, кстати, в природе панды живут обычно поодиночке. Но нашей пандочке повезло. Вон сколько у нее друзей. А самый лучший друг, конечно же, крошек. Ох, какая милая мордочка получается. Давайте теперь лепить самое главное украшение. Банд панды. Нам нужен розовый шарик пластилина. Сожмем его в таблетку. И приплющим сбоку по всей окружности. Готово. Сейчас нам снова понадобится розовый шарик. Но на этот раз побольше размером. Его мы сплющим вот в такую фигуру. Формой, как кусочек торта. На самом деле, эта фигура называется призма. Края у нашей призмы должны быть чуть сглаженными. Как бы мягкими. Стекой прорежем складку на банте. Опять же, это не обязательно. Но смотреться так будет красивее. Сделаем вот такую бороздку. Супер! Соединим две детали бантика. Как вы, наверное, уже поняли, нужна еще и третья часть. Ну, тут можно ничего не комментировать. Только что мастерили такую же деталь. Итак, бантик готов. Прилепим его на макушку. Красота, да и только! Пора делать ротик. Тут та же схема, что и с глазами. Сначала стекой нарисуем приоткрытый ротик. И выскребим лишний пластилин. Края рта подправим, чтобы все оставалось ровненьким. Эту дырку будем заполнять бордовым цветом. Маленький шарик сплющим. И поместим эту лепешку в дырку. Теперь аккуратно стекой распределим бордовый пластилин. Особенно придется постараться с уголками рта. Внизу оставьте немного пустого места. Здесь будет розовый язычок. Прилепим вот такой малюсенький овал. Отлично! Итак, голова, а она же туловище готовы. Мордочка и бант на месте. Можно приступать к ушам. Скатаем маленький шарик черного цвета. Его нужно сплющить. И сформировать фигуру вот такой формы. Похоже на прямоугольник, но углы получаются чуть сглаженными. Поставим ушко на место. Нам понадобится еще одно такое же ухо. Прелесть! Что еще осталось слепить? Ножки и ручки. Начнем с ног. Из шарика черного пластилина скатаем капельку и согнем ее вот так. Получается ножка со ступней. Можно прилеплять на место. Кстати, еще насчет окраса панды. Почему они черно-белые? Ученые выяснили, что оба таких контрастных цвета нужны этим животным для маскировки. Белый, чтобы прятаться на снегу зимой. А черный, чтобы маскироваться в бамбуке в теплое время года. Раз уж панда такой медведь, который не впадает зимой в спячку, ей пришлось искать компромисс и носить на себе и черный, и белый цвет. Ну а тем временем пора мастерить лапки. Тут все просто. Снова шарик черного пластилина скатаем в капельку и сплющим ее. Нам нужны две такие лапы. Прилепим их туда, где им самое место. На бока, под ушами. Все, пандочка готова. А нет, еще же нужен хвостик. Это маленький черный шарик. Приделаем его сзади. Ну вот теперь точно все готово. Вам понравилась наша поделка? Тогда ставьте лайк и пишите в комментариях, кто ваш любимый персонаж из малышариков и кого слепить в следующий раз. А еще на нашем канале смотрите видео, как мы лепили Крошика и Нюшеньку, если еще не смотрели. Ссылки будут в описании.